след неожиданно появляется он тут появился пошел-пошел это сумки это рябчик это рябчик видите и главное он пошел не стал взлетать он лунка залетная зиму переночевал вылез из лунки по-по дела тут сделал по большому пошел-пошел и только вон там взлетел вот так что дальше идти надо смотреть гриб их ну я не знаю такую лунку вообще не заметишь также ему непонятно ну-ка давайте по по конкретней как он там но и в лунке особенно никогда не при взлете дела делают по большому давайте маличка посмотрим как он обитал не просто да просто забил нырнул лунку там переночевал и все по пошел по типу поделану рябчик или вы тетерев вот такие у дела снег видите типа все следы кончается дальше все нужны лыжи только по лыжам пойдем сразу видим там кедр дальше у нас береза стоит чтобы определить смотря что мы вышли собирать тоже кедр вот березка ну живая все водки дружка молоденькая совсем большая лыжи но такого плана вот лесные сейчас замерим сколько они высотой возьмем я метр метр восемьдесят где-то но метр девяносто они носках видите трещины появились вот такой проборчик сделан снег сегодня любит липкий но вот на этих лыжах был с вами пробовать пробиваться туда там�рамма то конечно подойти березам посмотреть если у них чья вот но сами видите каждое движение зимой дается он какие завала чё в такой градус я в них смотрите как провалился был бы мороз 30 градусов провалился бы меньше вот такая первая наша ходка ведь все происходит смотрим просто иду уже по снегу вот пытаясь наверх но он проваливается науки удобно без проблем идешь если бы я так шел сейчас слышу учусь и маленько пройду посмотрим чего чего чтобы было же оставил все встал вот так и помните ну да уже сопротивление проваливайся глубже по колено короче и сопротивление большое но вот такой след хотя как казалось бы следы одинаковые а эти лыжах вообще прелесть ходе идем как бы под землей а все равно проще проще и хорошо там как к белка сидит вверху и подымаем маленько ставим не тороплюсь а тут надо размеренный шаг вот такая вот штука получается раз пройдем второй раз будет уже практически вообще удобно идти вот но нас ждет впереди вот такая штука береза чаги не видно ну подходить на конкретно каждый кедрушка ольха кругом ольха вот аспирин мы свои вы или плала пойдем дальше не будем отвлекаться тема какой-то это не гусь какой-то какой-то коршун который остается после нас через кустарник растет получается но если выживать около таких мест и приходится выживать то место сейчас подойдем посмотрим там вообще наверно подошел лег дернул за ветку короче я засыпала и ночью спокойно маленькое место там под снегом расшарошил себе придется грамотом лесничею все деревья вот эти сразу удаляются больные короче начинают болеть либо удалить ну я не знаю лечить наверно это тяжело аквара аква реблистика называется лечение деревьев то есть гафы лазит лазит по деревьям ладно идем дальше и сделать что ну а вот сюда подходить к этому кедру посмотреть сейчас подойдем рюкзак здесь оставим и подойдем рот получается да помаленьку представляет глава не сразу не торопиться вот представить и вот такие ну внизу река речка но от морозов страшного переждать сутки двое состояние анабиоза войти вполне сгодится туда нырнул за веточку дернул и полностью засыпи у ребятам учет нашли чайник наверно посмотрите на этот след он просто глубокий вообще ну я думаю туда думаю если идти то мороз тогда эти когда нас будет по нас то можно идти а это проваливаются папа по пояс такие вот похождения километры тайга а километры три метра не пройдешь километ это был совершенный косяк я свалился ребята полностью вот так вижу все все можно сдаваться тайга делала к опасно надо осторожно быть вообще везде там и задачи осторожнее предугадывать все события развивать тему читать все еще может быть впереди а я вот поторопился и вот и пожалуйста теперь вставай будет целая проблема вот маленькую фишку нашел на следующий год будет видите вот это вот она фишечка но ее немного спрашиваю как вставать снег ладонью и лыжи снимай но и вставай уже совсем взрыв где на вставай в воздухе и уксуски ваше образование с пленкой то не ли будешь играть за муку ст Slowly теперь вот это вставай в пиво падение сейчас получается стало просто поднимаешь маленько выводишь и ставишь закрепляешь закрепил потом следующий вот опять следующих его такими движениями четкими размеренными тайге подвигаясь метели ничего не видно ведь и какой-то зверек пробежал дар или сатурю кто последу не поделишь грана коврины когда ну и тут с того берега упала с этого берега упала и заметим кедра тоже упала до кедра там можно и смолу сходить посмотреть пособирать наверное а у это в это сейчас подойдем и посмотрим как там можно делать эти на шлешке вот это кедрушка то листин состоит таки дройда сучи по обломать можно было смысле чем такое такое временное переждать мороз еле видно тут вообще ништяк нет я должен сейчас лыж спущусь лучше без лыж пройду это расстояние посмотрю как там можно было сделать не поленюсь ребята не поленюсь не поленюсь пень растет да уже из него ольха представьте я не знаю то ли тут русло не было реки или тупчок из пня ну раньше тут нормальное дерево хорошие добротно а теперь река и как этот пень образовался вообще из этого дня растет ольха ленился лыжи там оставил лончик загнул какие-то эти даже давайте попытаемся сюда маленько забраться эти вот это упадет мог уже падать как ночевать будет как думать вот эта штука упадет да я думаю она нормально висит ну камеру выключу когда там буду а то иначе упадет и и на камеру поэтому камеру ключи почему мы имеем не туда бы как бы край не полезешь вставить а вот этот край вот это да вот это под ней он там ночевать можно до топориком взять все подработать или это если без топорика нету руками по обломать все и попробовать ночевать а вот эту штуку сейчас попробуем отрубить сейчас попытаюсь залезть вот сюда изнутри вам покажу что там находится интересно да довольно интересно так один обвалился сразу вот сюда упал нам надо вот туда и чтобы было на месте сейчас мы туда попытаемся ребята я зашел сюда смотрите ох давайте вот сюда залезем еще вот сюда вот появится ваш там как раз ствол и уже валится ничего не сможет давайте попытаемся ладно камеру выключаю уже буду снимать с того места все в это место видите как все выглядит вот так шапки это ну тут ночевать можно да я не знаю даже в принципе ты почему те все дыры под завалить этими заложить ветками и потом снегом сверху завалить вот тут тоже просвет есть ну неизвестно упадет она да не не упадет все надежно держится елочные игрушки вот такая вот ребятки у нас берлога с вами классно а выход выход фиговый выход закладывать надо вон те ветки все подрубать и и сюда отнести дело затычку короче вот и на этих же ветках короче делать лежанку чтобы воспаление легких него судил нюх не 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 понять не воспринять не подцепить вот такая вот тут вот так так красиво в в общем-то ладно вылазим отсюда вот такие поваленные деревья могут служить их убежите от мороза на некоторое время но основной это выход конечно цивилизация но временно так вот выглядит эти вроде и куча а а убежище акин дружка там вот посмотрите упала завистью на следующий год зависть вот они маленькие выглядит видите это на следующий год шишечки вот видите как они выглядят шишка растет два года один год вот такие они а второй год она уже созревает и посмотрите на макушке сколько их вот 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 и везде по три везде по три везде по три представьте везде по три шишки до урожая на следующий год то был бы до него вообще полностью смотри смотрите полностью вообще его отбил что вот они шишки вот он вся шишках и упала на подойти туда давайте по той стороне лучше подойдем тут тоже шишки посмотрим даже на боковых видите шишки значит в этом месте полностью урожая будет на следующий год а не на следующий на этот год на боковых вот представьте где этот идея вам туда подойдет вот и на верхней тоже я приблизил тоже видно на следующий тоже видите шишечки шишечки это не будет тоже шишка на этот год тут в этом месте будет шишка ну и как я воевать буду с таким чтобы сугром о мне богу по грудь на никак не буду просто возьму и обойду сторонкой вот и все вот 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 например тут ну что оставила такой кедр тут два таких стоит завалиться вообще непонятно ветер наверно намок он видите как выломала его и урожай на этот год полностью полностью не урожали на этот год заставил смолы как видим нету а там кедр такой же стоит будут видите ни одной ранки у него полностью ни одной ранки полностью так и крепкий смолы тоже ни одной не видно ну не знаю это уж слишком наклонный был поэтому судьба такая была неприятная ну этот кедр нам в этом году даст много шишки русской где-то была там уж они наклонены поэтому его перегнила там или водой подтыкала и он завалился подумайте туда залезть короче и дернуть заветку вот тебе и укрытие будет от мороза подошел я на ней с этой стороны походить на с этой стороны подойдет странно смотрится все вот так а столько шишки пропала у некоторых шишечки возьмем с полугой миллион bastard на мото сюда vegan мороза собственно спросить на ту или сana и я покрас mouth Al Thull shaped pulled into the Соколred измысленные попали About Penny полезной шапка я слегнем провод и ног fix их не ваш видите а едет уже 25 метров ведь они какие высокие с этого кедра я бывал по два с половиной мешка сбивал но видно давно не был видите что произошло вверх полностью у него отцов я на него залазил такой могучий был а теперь еще превратился ну и буквально года года 4-5 вот такое дерево превратился а был такой кедр вообще роскошно говорю два с половиной мешка шишки кедрова с него сбивал а это чё за преграда такая возникла не понять какая может еще один какой-то кедров упавший и перегородил а ребята кита кедров видно по иголкам здоровы я не знаю что прошлый год ураган было лечо ну там мы прошли видели упал и тут с этого я не очень много сбивал а вот это вот которая упавшая здесь лежит вот этого кедра много брал ореха и кедров шишки вот мы с вами почти на самой макушке все почти шишечки уже достали победили нам надо вон ту приблизить мы приблизим вон то кедра нет смотреть сколько на ней шишек видите все шишки тут если воды добрать западе видите да какая если воды добрать но осторожно но и лучше обойти такие места бьют холодные ключи и он получается всю зиму короче там льда не образует да это мой красавчик кедр и опять также повалила ведь видно урожай шишки был и ветер и получилось что вместо болотистая и падает и места видите с буграми вот эти сейчас ствол лежит вот и в горку подыматься если бы лыжи у нас были камусные то есть подшитые шерстью то можно было подняться и не назад мы скользили а так приходится лыжи снять и просто пронести их на себе ну понятно вот потом вошли теперь за наводением уже пойдем дальше это повело меня назад и все или их рюкнулся назад о лежу отдыхаю теперь опять лыжи о где лыжи слышим и я теперь не встану лыжи снимать вот только такой шанс надо просто остановиться маленечко перепурить хорошо лыжи без вязок а представить если они связками мне пришлось бы откручивать там на если берете то как быстро отцепляемые что были вязки а если бы на узелок завязывал бы я вот тут бы просто черты класса вот давайте смотри как я сниму хорошо вторая нога ну все освободили свой оси связками то извините будьте змеем освобождайтесь как хотите то есть и должны быть небольшими не сразу там обы гнарику куда-то вдаль у вас лыжи будет тонуть а такими семенящими чтобы было видно но если бы я дальше прогоню то она у меня просто утонет я буду мучиться ее доставать ну вот так вот кое-кое лучше отрекнемся сразу она не отрекает вот а ну отрекнулась ну ладно лишнее трата вместо и сена быстро хоп туда это вот такой березки но она уже погубленная я не знаю чага была в ней лакерный трутовик он видим они еще одно место нашли ведь залез туда раз не своим дыханием уже нагреваешь 5 лыжи расставили потому что там бесполезно нечего делать проще так сказать и вышли на более прямую дорожку вот видите тут снегоходик собака проходила и ехать одно удовольствие даже можно сказать вот на березе разноцветный трутовик называется но это в общем уже большая особь обычно не маленьким боюсь скрипитный ягоды калины давайте маленечко поедим ее вот такая вот она касается сахарная после мороза а вот ребята чага эти кусок выше тоже то ну и никак не достанешь надо лестницу делать большую вот такой вот добычи чаги так что них не просто и найти и еще и сбить надо давайте приблизим ее вот так она выглядит вот видите чага чай из нее прелесть это вообще вещь короче пьешь иммунитет повышается чага обезболивает на на протяжении всего рака и особенно на 4 степени рака она используется косметология для кожи полезно ну вот такая она чага и при том она еще безвредно это вы учитываете лыжи наши на фоне дерево береза зараженная чагой обречено на гибель тут уже мы видим кубу плодовое тело а мицелий по всей березе и он постепенно постепенно убивает березу и как видим она уже почти уже убитая рядом тоже стоит березка убитая но так что вот имейте ввиду и доставать ее даже лестницу сделайте чтобы взмахнуть там топором то есть сноровку нужно иметь большую но там сейчас подойдем посмотрим тоже может чага низу мы имеем вот чага и вот то есть два нет то просто эти кору кора отошла и береза начала гнить живая неживая не знаю но в такие места любит заселяться чага сейчас он так пылит и вот сюда подселиться плод вы вы будет на эту сторону то пик тушка пихтовая вот во всех вот что мы сейчас ковернем она очень целебная где ранг там машки очень целебная штучка помогает очень и даже всю ладошку можно промазать для дезинфекции такая свойство пихты переплились как но бы обречены на гибель чага их съест для сохранения березовой рощи надо удалять вот такие деревья чага и чтобы они не под не возникал и не пылили не заражали другие деревья а если наоборот нужно чага то такие деревья как рассадники оставляют и и на другие деревьях наносится специальные на друбы чтобы чтобы раствор фото и пыль пыль семена чаги попали березы так что тут видите делал такое для сохранения березовой рощи нужно удалять даже если вы удалите этот плод он вылезет на другой стороне дерево полностью нужно удалить вот и как бы его утилизировать ну вот пола интернет на пилу не знаю что получилось учитывая хоть ты гнилая была видите пилица замыливается вообще тяжело идет как капал я короче полученные раны смазываем сразу пихтовой живицы вот скрываем кармашки и прямо на по месту промазываем все получившиеся ранки аспирин можете посмотреть как делать можно аспирин есть уж на то пошло травма сильнее получилось все все руки промазываем вот этим все пальчики все это и для дыхания будет хорошо и для всего организма но вот такая вот штука ребят получилась одна я подпилив и она встала как упор а эту видите трудно пилить я путем-то это сделал запих угол не добавил и она соскочила туда и стояла а я потом думаю если пойдет то мало ли куда она может сыграть так что и на меня и на пилу стал вторую подпиливать стал по всем вторую подпиливать и уже до конца почти и она пошла ну получилось что и пила там осталось и пилу шумякнул вот так что деревья это опасно короче хвалить если в тайге самой если на открытом месте туда все понятно центр те яжести выдел выявил завалив оси деревья то может отскочить так что и задавить и коллег и остаться на всю жизнь так что их ребята тут все это продумывать на видите в центру нее-то гнилой вот а заболонь заболоняя замерзшая и кое-кое-кое как пилиться короче берет пилой туда-сюда водить из и только с упором ну вот так на эти она он вон какая это называется заболонь у березы вот за и у всех деревьев вот этот слой который новый прирост еще свежий заболонь а это ядро и все погибшие сучки и тут сучок отвалился вот и смотрим вот видите это уже вот чага его надо брать и отрубать вот чага тоже кусок чаги а нам придется еще пилить видите она как бы ушла снег или снег разгребать и и оттуда топором доставать вот такой вот трудосбор чаги мне скажу я вам замерзшие древесина ужасно вот очень ужасно чего достаем артефактные кусочки вот и один достал артефактный сейчас сюда еще пилосы щегли по цвету не такое рецептные куски завживания обжигенные в мае сягорь и оплаты которые не обжигали нижние кинкеры неonden то есть не подбросить и не ухи сягородного поколения комбината и нынешний киска царап Çünkü это на прочих сеть в плодовую коп exponясью на листах пилосоцитового строение чаги сейчас мы сделаем два пропила короче они сделаем вот тут вот тут сделаем 2 вот тут вот так раскроем ее края висит у нас а тяжко туда можно пилить смело сверху зажима не будет видим до опор главного убил делаем два пропила и и вон тот еще у нас видите допилим искры летят это от чаги ну вот один пропил сделали видим какого цвета тут у нас получается стружка и летели летели короче искры это мицелий мицелий вот с чего плод чаги растет ладно отпиливаем теперь ему тут вот тут вот тут отпилим этим цвет какой-то нормальный цвет стружки какой вот такой а тут вот такая вот штука полностью им цвет до стружки от чаги какое мицелий грибница чаги полностью пилив сейчас купонем вот он шатается пилив да и до конца сейчас там подпилим потом родимая чага эти вот как выглядит все из пилы давайте посмотрим эти такого бурого цвета получается мицелий она полностью полностью поперек поперек березы перекрывает ей дыхание вот и плод вот под чтобы размножаться спор разносить возникает вот такой плод вот и насколько далеко это уходит бурая неизвестно ну когда пилишь искры 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 летят с чаги можно как чага обчагу утереть и металлом искры высекать добывать огонь и с этой стороны тоже посмотрим вот такого цвета все ну сейчас без топорика тут не обойтись как бы его залез залез бы я бы топориком и и бу я бою не снял то есть видите тут уже и заболоней нету короче ведь живого живого слоя тяга полностью перекрыла дыхание березе момент не будем пилить просто срубим и все ну и там видим вот если дальше смотреть по ходу видите плод вот он тоже тоже чага тоже вот она вылазит вот они то есть надо как-то распустить чтобы его крутить и топором короче вот эти баланы все чаги это вырубить чуть маленькая береза росла около нее она терла стерлась и получилось на месте чаги красок она там место перетерла коры этап перешла короче га на эту и заразила маленькую березу маленькая береза тоже погибшая что возникло на месте ведь и где она терла вот такая вот штука кору перетерла и заразила ее с этой чагой ну вот ничего начала в маленькой жить и маленькая береза погибла ну и на высоте срубить чагу это практически я считаю невозможно давайте топором ну представьте я залез бы и еще там ее рубил вот давайте попробуем видите она даже 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 вот вот только видите вот такой кусочек вот она чага давайте дальше он разлетается в стороны вот и подумайте на высоте на высоту залезешь и там ее не возьмешь вот такая вот у нас кусочки полетели вот вот ну вот такая вот добыча этой этого гриба чаги вот удачи ударом топора сбил я стану массу вот эти какой но он тяжелый а высохнет будет 15 раз легче вот такая вот хрюшка без топора даже нечего делать ходить сколько остается ведь и цвет она имеет сама древесина видели да чему пилили пути опилки имеет такой же цвет а не стоит ли это живу те опилки использовать как для заварки тоже надо подумать вот такая вот штучка вот сколько я нарубил вот так выглядит она ведь чуть светлее чуть темнее и опилки вот те которые пилил такого же цвета можно сказать хоть всю чушку забирай ведь я рублю дальше она все такого цвета чаги а так можно и до другой стороны пенька до рубиться ну так там увидите пакет целый на 1 на дебали тут мы где пилили до цвет посмотрите и само это и кто знает может это мицелия чаги еще целебнее чем сама чага тоже видите обрубаются недостойные кусочки вырубается где этому пилили и с той стороны тоже есть воевали за темно я сыпался назад упал хочу покачну назад и раз полностью назад упал наш великий кедр два с половиной мешка с него всего дядька завалился чё снимаем может обходим без лыж пешком с лучшими никак не пройдем прошли вроде все обратно делаем уже вперед чем темнеет опять авария опять упал ребят лыжа поехала и все ну чушь снимая лыжи выбираемся получилось вообще криминально ёки-мотоки так вставать было тяжело не знаю то ли устал то ли чё но вставать было и поиски этой чаги зиму не надо выбирать надо осень и осень зима весна зима чтобы поменьше было поменьше было снега либо одно уже зависеть от этого видите не торопимся потихоньку уйдем и идем будем торопиться будем падать будем но обратная дорога куда райвове чем туда теменящими шажками прыгали мы так что имеем это ввиду вот три с половиной килограмма